Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и в этом видео я хотел поделиться скандалом, который случился на последнем турнире Игоря Немцева, турнире стримеров, который был организован Игорем Немцевым, и рассказать о ситуации с этим турниром, с исключением победителя турнира, с его дисквалификацией и мое мнение по этому поводу и лично о Игоре Евгеньевиче Немцеве. Ну давайте начнем издалека, то есть Игорь Евгеньевич Немцев нашел спонсора и собрал поездовой фонд, 116 тысяч рублей, организовал тем самым турнир шахматных стримеров, пригласил действительно всех известных мне шахматных стримеров, мне не удалось найти человека, которого он не приглашал, то есть стримеров он действительно пригласил, но во всяком случае из крупных стримеров приглашены были все. И вот этот турнир состоялся, приняло участие 21 человек, по результатам турнира первое место, ну я скажу, достаточно неожиданно занял Александр Семеновичев, кандидат в мастера из Москвы, достаточно такой крепкий блицор, на мой взгляд, на втором месте международный мастер Базар-Вокзал, он же Николай Власов, на третьем месте Вова Михайловский, ну и я занял четвертое место в этом турнире. Вроде бы сыграли и сыграли, все на этом закончилось, но после этого начались разборки вокруг личности Александра Семеновичева. Немцев подозревал его в нечестной игре, выпустил достаточно откровенное видео, в котором он вроде бы напрямую говорит, что не подозревает Александра в читерстве, но тем не менее достаточно толсто намекает на то, что возможно он все-таки играл нечестно. И кроме того, на то, что его следовало бы исключить, спрашивал других участников, по этому поводу отправлял запросы в ЛИЧЕС, по поводу того, честно ли играл Семеновичев, как я понял, на запросы ему просто не ответили. То есть, как вы видите, Александр до сих пор не забанен, то есть никакого бана со стороны сайта не последовало. Ну и собственно анализ партии, который делали другие участники, и сам Александр говорит о том, что партия достаточно среднего качества, и вряд ли там можно говорить о каком-то читерстве. Скорее, там очень большое везение со стороны, в сторону Александра. Его соперники играли слабо, Александр играл сильно, но не то, что сильно, но достаточно быстро, и тем самым вводил своих соперников в ступор. Ну и давайте перейдем к моему комментарию, который я оставил под непосредственно видео Игорем Немцевым. Ну, сейчас сразу скажу, о чем это видео. Игорь Евгеньевич здесь говорит о том, что, несмотря на то, что ЛИЧЕС не подтвердил опасения в нечестной игре, и мнение аудитории разделилось, кто-то считал, что Семеновичев играл нечестно, кто-то считал, что он играл честно. Тем не менее, Игорь Немцев понимает решение дисквалифицировать Семеновичева, который, напомню, занял первое место в турнире с достаточно большим отрывом, и дисквалифицировать его по той причине, что Семеновичев недостаточно подробно комментировал свои партии. Как говорит Игорь Немцев, вообще их не комментировал. Надо сказать, что это неправда. Семеновичев все-таки комментировал свои партии. Да, комментарии были достаточно скудные. Во многих ключевых моментах он замолкал и просто уделял все внимание партии. Но, ребята, где это было указано? Где конкретно было указано критерии, как нужно комментировать? По-моему, никаких критерий сказано не было. Единственное, что нам было озвучено, это то, что вообще Семеновичев попал на турнир случайно. Он не должен был там играть, потому что у него меньше тысячи подписчиков. И Семеновичев тем самым попал на турнир. Он выиграл его и не комментировал партии. Хотя об этом много раз говорилось на стримах Игоря Немцева, что самое важное, это именно комментаторская работа в этом турнире. Но надо сказать, что все-таки стримы Игоря Немцева, это не то, что определяет положение участников. И, кроме того, сами участники часто не могли следить за его стримами. Например, тот самый стрим, где он все объяснял, это сам стрим этого турнира. Вы понимаете, что участники в этот момент проводили свои собственные стримы и, соответственно, просто не могли это видеть. На каких-то других стримах. Но мы же не будем сидеть на каждом стриме Игоря Немцева, чтобы вычленять, в какой момент он что-то скажет про турнир. Почему бы ему просто не написать положение, где будут подробно рассказаны все критерии. Что именно должны делать участники, как они должны это делать. Если комментировать, как подробно, какие критерии, как это определяется. В общем, об этом я написал свой комментарий под видео. Давайте я просто его зачитаю, потому что сейчас я уже лучше не скажу. Абсолютно несправедливое решение, как по отношению к Александру Семеновичеву, так и к остальным участникам. Начну с того, что правила турнира были абсолютно непрозрачными. Не существовало никакого положения, где были бы собраны все требования к участникам. Комментариям и даже по распределению призов. Все озвучилось лишь в устной форме на стримах Игоря Евгеньевича. И вполне естественно, большинство участников эту информацию пропустили. Так как просто не смотрят эти стримы. И не было никакого условия, что необходимо их смотреть перед турниром. Так, например, лично я узнал о сумме приза за четвертое место только после того, как был по факту выплачен этот приз. Далее Игорь Евгеньевич сам же нарушает свои условия, допуская в турнир того же Семеновичева, Эльшада и других стримеров. Ну да, это действительно так. Немцев говорил, что условия участия это больше тысячи подписчиков. Но у нас здесь как минимум несколько человек имеет меньше тысячи. Это сам Семеновичев. Ну и если посмотреть вторую половину таблицы, то это у нас... Вот я не знаю даже Чес Везьми, не буду ничего говорить. Но вот Анна Чес точно меньше. Челабздунчик меньше тысячи. Ника 95 тоже меньше тысячи подписчиков. То есть они тоже, получается, не могли принимать участие. Ну и, конечно, Эльшад. Это отдельная история. Эльшад говорит на своих стримах, что вот да, для Эльшада мы делаем исключение. И он может играть даже без стрима. И даже не имея собственного канала. Просто играть в шахматы, получать удовольствие. И при этом он так же, как и другие участники, претендует на призы. Почему так происходит? Потому что Эльшад друг Игоря Немцева. Больше никаких причин нет. Ну ладно, забили на это. То есть, если бы Эльшад занял первое место, то, в принципе, никаких проблем нет. Ему бы выплатили приз за первое место без стрима, без какого-то канала. Просто потому, что он друг Игоря Немцева. Окей. Хорошо, возвращаемся дальше. После завершения турнира Игорь Евгеньевич высказывает подозрения в нечестной Игоре Семеновичева. О чем опрашивает других участников, и в том числе меня. Я говорю, что не видел партии, но вполне допускаю, что Александр мог играть честно, и это ему по силам. Игорь Евгеньевич отправляет запрос в ЛИЧЕС, который, как я понял, в итоге не подтвердил его подозрения. Не получив подтверждения о нечестной Игоре, Игорь Евгеньевич решает все же не выплачивать приз Семеновичеву по достаточно невнятной причине, и говорит, что призы будут смещаться и распределяться между другими участниками турнира. Ну, какая причина, что Семеновичева решили призы? Причина в том, что он, по словам Игоря Немцева, не комментировал свои партии. То есть там даже, я говорю, недостаточно комментировал. На самом деле фраза была, что именно не стримил и не комментировал. Но Семеновичев точный стример, его стрим сохранен в Ютьюбе, вы можете сами его посмотреть. Да, комментарии там достаточно скудные. Да, я бы сказал, что большую часть времени Александр молчит. Но все-таки какие-то моменты он комментирует, понимаете? Нельзя сказать, что он играет постоянно молча, что-то он показывает стрелочками, что-то он комментирует. И тут даже есть мнение не только мое, но и других вот участников. Вот здесь вы видите достаточно обстоятельные комментарии. И пишет человек, по поводу стрима. Вы предлагаете зайти на запись и ткнуть в пару мест. Так вот, я ткнул в комментарии, и комментарии были. Да, они супер многословные. Но тот же Накамура на стриме по большей части головой под музыку катает. И пару фраз роняет в минуту. Но анализ так и не делается. Я скачал аудиодорожку, и процент голоса 31% на протяжении турнира. Обрезал начало и завершение. Грубо говоря, из партии 5 минут полторы с комментариями. Утверждать, что человек молчал весь стрим и не комментировал совершенно некорректно. Конечно, кому-то покажется, что мало, но это оценочное суждение, а не по регламенту. Пока выглядит так, все так, что заподозрили человека в нечестной игре, не смогли признать свою ошибку и нашли другой способ отказать победителю. Ну вот, абсолютно верный комментарий. Подписываюсь под каждым словом. Ну и давайте дальше продолжим, собственно, мое общение с Игорем Немцевым. Общение у нас теперь происходит в такой вот очно-заочной форме. Потому что, как я понимаю, я везде заблокирован. Но давайте дальше. Не получив подтверждения нечестной игре, Игорь Евгеньевич решает все же не выплачивать пояс Семеновичу по достаточно натянутой причине. Говорит, что поясы будут смещаться и распределяться между другими участниками. Ну то есть, давайте закончим с Семеновичевым и проговорим немножко про других участников. Поэтому упоминает, что я получил свой приз за четвертое место. Так что считаю Семеновичева легальным победителем и, видимо, по этой причине не участвую в этом перераспределении и смещении. Поэтому я лишь написал ему в личной переписке, что не вижу причин для подозрения в нечестной игре. Так в итоге Семеновича дисквалифицировали совсем не из-за нечестной игры, как я понял. Почему тогда Игорь Евгеньевич считает, что моё место не должно смещаться? Вот действительно, почему? Если он дисквалифицировал человека с первого места, он должен был сместить призы и выплатить мне приз за третье место. И какое имеет значение, получил я к этому моменту уже приз или не получил. Если бы я получил приз за четвертое, можно было мне просто доплатить разницу. В чем вообще проблема заключается? Ну и подводя итоги, хочу констатировать ужасную организацию со стороны Игоря Евгеньевича Немцева. До участников не были донесены правила в полном объеме. Не существовало никакого положения. Правила озвучивались лишь в устной форме и нарушались самим же организаторам. Но это как раз о том, что приглашались друзья Немцева и участники с менее 1000 подписчиков, которые вроде бы как не могли принимать участие. Единственная заслуга Игоря Немцева это то, что он нашел спонсора и создал турнир. Ну вот правда, он так говорит о том, что создал турнир и это провел турнир, все организовал. Я видел очень много хвалебных обзывов, но на самом деле все организовал по сути его спонсор, который выделил поизовой фонд. Игорь Евгеньевич все провел из рук вон плохо. Надо ли говорить о том, что он постоянно менял пароль к этому турниру, боялся, что кто-то сольет этот пароль кому-то. То есть постоянно что-то тут химичил. На самом деле в настройках турнира можно просто указать список участников, которые к нему допущены. И они смогут зайти без пароля, просто под своим логином. А все остальные логины играть не смогут. Такая функция есть у Личеса прямо в настройках турнира. Но Игорь Евгеньевич об этом не знает. Или ему была лень прописывать все фамилии. В общем, он каждый раз менял пароль. Если кто-то по какой-то причине выходил, ему вновь приходилось писать немцеву о том, что нужен пароль, чтобы немцев ему вновь дал. В общем, организация на самом деле очень плохая. Никакого положения не было. Я до последнего момента не знал, какие вообще приводятся призы. То есть я подозревал, что призы будут. Но сколько конкретно я получу за четвертое место, мне было неизвестно. Ну и также и другие участники, также и Александр об этом говорил. Ну и давайте теперь самое интересное, почитаем ответ Игоря Немцева мне. Первое же, что он делает, он говорит, что больше не будет меня приглашать. Интересно, по какой причине? Только потому, что я высказал, что он плохой организатор, видимо. И, кстати, Шувалов врет от начала до конца, но не учитывая то, что вся переписка у меня есть. Вот он начинает грозить мне нашей личной перепиской. Я всем разослал стандартное письмо ВКонтакте о правилах участия. Шувалов врет, что только на эфире я говорил, а там все четко сказано было. Про три глаза, Шувалов! Сумма призов оглашалась несколько раз. По нескольку, но поскольку добавлялись крупные суммы, то призы увеличивались, а могли еще вырасти. Если бы за время турнира были еще донаты. То есть, все-таки он на стримах это оглашал. Не в положении где-то прописал, а оглашал это на стримах. Ну и давайте посмотрим вот это самое стандартное приглашение, которое он отправлял участникам. И которое я, кстати, тоже получил. Вроде бы это оно. Да, вот оно, стандартное приглашение от Игоря Немцева. И давайте зачитаем. Евгений, здравствуйте! 2 июля в 19.00, время московское. Я буду проводить арену стримеров. 3 часа, 3 плюс 2. Уже есть поездовой фонд 50 тысяч рублей, который будет распределен на 10 поездов. Ребята, 10 поездов. Как вы видите, в итоге поездовые места оказались все. Ну, я тут не спорю. Это явное улучшение. Сначала он говорил, что будет 10 поездов. Потом он сказал, что все места будут поездовыми. Обязательно сделаю женские поезды 1 или 2. Условия участия. Вот самая интересная часть. Прямой эфир на своем канале с веб-камерой и комментированием всего турнира. Все, ребята! Больше никаких условий участия озвучено не было. То есть прямой эфир, веб-камера и комментирование всего турнира. Поэтому не раскрывается, насколько подробно должно быть это комментирование. Никаких подробностей. Просто человек должен комментировать, хотя бы что-то говорить. И этого будет достаточно. Это будет считаться комментированием. Но если где-то он рассказывал подробнее, то это опять же не доносилось до участников. Мы не смотрим стримы Игоря Немцева. Мы здоровые люди. Поймите это правильно. Комментирование. Вот он должен был участникам разослать требования. Если это так важно, если это критически важный момент, надо было участникам до турнира уведомить о том, как нужно комментировать. Как часто. Все прописывать. Каждый план. В каких моментах можно замолкать. В цейтноте, например, когда у тебя 10 секунд. Можно ли играть молча или нельзя играть молча в такой момент. Это все можно было прописать в положении и обговорить с участниками. Как это, например, делал Евгений Новиков, когда он проводил свой кубок стримеров. Там буквально каждый момент обсуждался в положении. Каждый чьих, насколько, какая должна быть камера, какой должен быть свет, как человек должен комментировать. Там все это обсуждалось и все было прописано в положении. Здесь же достаточно обтекаемая фраза о том, что человек должен комментировать весь турнир. Но насколько интенсивно он должен это делать, тут не ясно. И какие критерии оценки этой интенсивности, тоже не ясно. Но давайте дальше вернемся к Игою Немцеву. А тут он опять говорит про Эльшада. Что он говорил про него неоднократно. Ну а что толку, что он говорил про Эльшада? Вы поймите, это все равно нарушение его же правил. Что он установил правила больше тысячи подписчиков. И он же сам их нарушает. И считает это нормальным. Он в турнире без стрима. По переписке с жильцом Шуваловым очень четко ему написал, что если первый призер не будет квалифицирован, то призы могут сдвинуться. И предложил вруну Шувалова подождать до конца разбирательства. Ничего он мне не предлагал. Ничего. Но он сказал, что согласен на четвертый приз. Я вообще не понимаю ситуации, что Игорь Немцев спрашивает меня, согласен ли я с тем, что Семенович занял первое место. Я просто участник турнира. Не я это должен решать. Если он как организатор решил кого-то дисквалифицировать, сделай это. Просто сделай это. Почему ты спрашиваешь мое мнение и согласен я с этим или нет. Получается, что если я не согласен с его решением, получается, что он меня наказывает рублем таким образом. Я получаю меньше призов. Если я с ним согласен, значит я поддерживаю его таким образом. И получаю больше призовые. То есть получается за разницу в 2000 рублей, а именно такая разница между третьим и четвертым местом мне предложили просто слить Александра Семеновича и по сути подтвердить, что Немцев поступил абсолютно правильно. Все остальные, кстати, спокойно согласились подождать и получили больше, чем было изначально. Но это, конечно, вопрос ко всем остальным. И таким образом организация была отличной. Не важно, что не было положения. Не важно, что никто не знал, как распределяются призы. И вообще о том, что первый женский приз больше, чем первый мужской. Без праздницы. Не важно, что требования нигде не были прописаны. Главное, чтобы все получили призы и все довольны. И я отправляюсь, конечно же, в черный список, видимо, потому, что я написал что-то хамское или как-то оскорбил Игоря Немцева. Хотя, как вы видите, мой комментарий был предельно корректный и нигде я тут не превышал ничего. Ну и дальше он пишет, что он ждет от меня ответа. И если я исправлюсь, чтобы был неправ, тогда не будет публиковать ту самую нашу переписку. Да, ребята, внимательно, сейчас я покажу вам ту самую переписку с Игорем Немцевым, который он мне грозится и говорит о том, что в этой переписке вся моя лживая натура. Давайте, друзья. Вот она переписка. Вот, видите, 2 июля, сразу после турнира. 23.23. Немцев пишет мне. Евгений, доброго времени суток. Нет ли у вас подозрения в честной игре победителя турнира? Я пишу, что не смотрел партии, но со мной он просто отсушил в этой партии. Вопрос не в этом. Он же играет в Москве. Посмотрел его результаты в Блице. Очень скромные. Как он мог всех обыграть тут? Как так получилось, что он всех обыграл? Я ему отвечаю, что многое зависит от везения. Так он плотный и в хорошей форме может любому проблему поставить. То есть, в принципе, я допускаю, что вы должны понимать, что в этот момент я только недавно завершил стрим. Естественно, я не смотрел партии и я не могу на 100% сказать, читерил там Семеновичев или не читерил. Но я допускаю, что его силы игры хватает для того, чтобы выиграть турнир в хорошей форме и при определенном везении он может это сделать. На следующий день немцев говорил, что на следующий день он, соответственно, будет выплачивать поезы. Я спрашиваю у него, что с поезами, Игорь Евгеньевич? И дальше начинаются торги. Все просто. Если согласен с занятым местом, могу отправить хоть сейчас. Ну, я не понял вопрос, что значит «если согласен». Я просто участник турнира. Вы мне скажите, какое место я занял, и я с ним соглашусь. Почему я должен с чем-то соглашаться или нет? Отправил ему номер своей карты, потому что она в любом случае будет нужна, независимо от того, выплатит ли он мне на следующий день. Номер карты ему в любом случае пригодится для этого. И дальше разъяснение от Игоря Немцева. Если мы не выдадим приз Семеновичеву, например, если его забанит Лечес, то призеры сместятся. Ну, логично, да? Если Лечес забанит игрока за читерство, за нечестную игру, то поезы должны сместиться. Согласен с этим. То есть, вы согласны, что первое место его? Нет проблем. Заметьте, вот здесь Немцев пишет, что он мне... Где он там пишет? Так, сумма призов оглашалась. Про Решада. В переписке с Житцом Шуваловым очень четко ему было написано, что если первый призер не будет квалифицирован, то призы могут сдвинуться. Да, об этом он написал. Но он написал только по поводу бана Лечеса. Он написал, что его дисквалифицируют как читера. С поезы могут сдвинуться. И предложил Вруну Шувалову подождать до конца разбирательства. Внимание! Где он мне здесь что-то предлагал? Нету никакого предложения. Он просто попросил меня выслать карту и спросил меня, согласен ли я с тем, что Семенович занял первое место. Ну, ребята, если его не дисквалифицировал Лечес, я так и написал, что я не вижу причин до подозрений. В нечестной игре я имел ввиду. Не вижу каких-то причин подозревать его в нечестной игре. Действительно, я смотрел обзоры партии, и мне кажется, что партии достаточно логичные с человеческой точки зрения. Но там нет никакой, там очень много ошибок с обоих сторон. То есть здесь даже не было никакой речи про то, что он там недостаточно комментирует. Немцев отправляют мне мой приз за, соответственно, за четвертое место. 8 тысяч рублей. Я поблагодарил его за это. Все, на этом наша переписка заканчивается. Ну и внимание, и здесь вот Немцев обзывает меня лжецом. Где именно я солгал? Что я сказал не так? Что именно должна доказать эта переписка с Немцевым, в которой я просто спросил, какова ситуация с призами? И сказал, что не подозреваю Семеновичева в читерстве. Он меня постоянно спрашивал о том, согласен ли я с первым местом Семеновичева. По сути, на этот вопрос я не дал прямого ответа. Я лишь сказал, что нет оснований подозревать его в нечестной игре. Ребята, меня за это назвали лжецом. И после этого решили меня, во-первых, приз за третье место. Да, ребята, я не согласен с тем, что дисквалифицировали Семеновичева. Но даже если это сделал организатор турнира. Надо сказать, что по-хорошему надо было собрать какую-то комиссию или, я не знаю, у других игроков спросить и принять совместное решение. Потому что это не было нигде оговорено. Но Немцев принял решение единогласно. Он просмотрел просто стрим. Я не уверен, что он весь стрим просмотрел. Просто, может быть, тыкал в несколько мест и сказал, что Семеновичев вообще не комментировал. Но надо сказать, что все-таки там комментарии были. Их было немного, но все-таки они были. И какого-то основания не было, чтобы ему отказывать. Ну и на основании этого, во-первых, меня решили приз за третье место. Получается, вроде бы я признал. Где там я что признавал? Я просто спросил, какая ситуация с призами. Кроме того, отказался от приза Николай Власов. Не знаю, по какой причине. Сомневаюсь, что там все чисто. Скорее всего, тоже какая-то махинация Игоря Немцева. Так вот, Власов отказался от приза. И, соответственно, Немцев сказал в этом видео, что призы будут перераспределены между всеми участниками. Опять же, кроме меня. Почему кроме меня? Потому что я признал, что Семенович играл честно в этом турнире. По сути дела, Игорь Немцев забанил меня, исключил меня из своего клуба, лишил меня приза за третье место и лишил меня части моей доли, не полученные от приза Власова. Хотя это тоже сомнительно, что это должно было мне достаться. Но он сам сказал, что это будет распределено между участниками. И лишил меня тоже этих денег. Ребят, вы поймите, я не из-за денег это говорю. На самом деле, все деньги, которые Немцев мог бы мне выплатить сверх поиза за четвертое место, я собирался перевести Александру Семеновичу в честь компенсации за невыплаченный поиз. То есть, действительно, если Немцев мне что-то переведет сверх поиза за четвертое место, все эти деньги пойдут в счет Александра Семеновича. Но я ничего не получаю, и не получаю я это потому, что я поддержал Александра Семеновича. Только поэтому, что я не согласен с решением Игоря Немцева. Хотя я не вхожу в какую-то апелляционную комиссию и вообще не должен принимать никакие решения. Просто скажите мне, какое у меня место и какой мне поезд, и выплатите мне его. Если вы считаете, что поезды должны сдвигаться, сдвигайте их. То есть, по сути дела, здесь получается, что поезды зависят не от результата, который я показал в турнире. То есть, Немцев считает такая у него логика. Семенович играл нечестно, потому что у него было преимущество перед другими игроками. Он типа не комментировал партии, другие игроки комментировали партии, и у него было преимущество, и именно поэтому его дисквалифицировали. Согласен, это допустимая логика, но получается, у него было преимущество и передо мной, и, соответственно, я тоже должен получить на одно место выше. Но нет, получается, что кто-то занял второе, кто-то занял первое, кто-то занял второе, и третье не занял никто, и я занял четвертое. То есть, вот так вот, вот так вот примерно призы распределились. Ну и, соответственно, приз Власова, я не знаю, кому он там перераспределил, как это было сделано, проверить это невозможно. Соответственно, я из этого тоже не получил ничего. Вот, собственно, наверное, и все, что я хотел сказать. Подытоживая, хочу сказать, что организация со стороны Игоря Немцев была просто отвратительная. Как я уже говорил, не было ни положения, ни каких-то ясных критериев, требований к участникам турнира, к качеству комментирования, к трансляциям. Ну и Игорь Немцев, по сути, на ровном месте создал скандал вокруг первого призера Александра Семеновичева. И этот скандал вылился в то, что первый призер не получил приз, второй призер отказался от приза. Он говорит, что все участники довольны, так вот, не все участники довольны. Главная заслуга Игоря Немцева в том, что ему повезло, и у него действительно есть хороший спонсор, который выделил призовые. Теперь хочу обратиться к этому спонсору. Подумайте, с кем вы работаете. Этот человек готов солгать в каждый момент. Он очень лицемеен и очень лжив. И репутация его вызывает высокие сомнения. Ребята, если вы хотите проводить призовые турниры, я с этим справлюсь намного лучше, чем Игорь Немцева. Свяжитесь лучше со мной. Я проведу турнир намного лучше. Там будет положение, там будет четкий критерий к стримерам. И, собственно, я это доказывал на практике, проводя турниры среди спонсоров своего канала, тоже с поезами. Да, там поезовой фонд был в 10 раз меньше, чем здесь. Однако, несмотря на это, там принимали участие многие стримеры, которые отказались играть в турнире Игоря Немцева. И, несмотря на это, не было никаких таких скандальных ситуаций. И было четкое понятие, какие требования к участникам, кто допускается, кто не допускается, кто имеет право до призы. На этом все. С вами был Евгений Шувалов. Простите, что так долго. И желаю всем добра. Простите, что так долго.